И снова здравствуйте, мы возвращаемся к разговору о коронавирусной инфекции и в этой части мы поговорим не сколько о лечении, сколько о профилактике, значит, ну и о лечении тоже. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что нет реального лечения коронавирусной инфекции. И говорить о том, что вот в интернете публикуются то одни, то другие, то третьи рекомендации, это, ну скажем так, абсурд, значит. Поэтому не доказано, что те или иные конкретные препараты лечат от коронавирусной инфекции, так как и народные средства. Поэтому, пожалуйста, у меня убедительная просьба к вам не хвататься за что-либо и не давать бездумно, не посоветовавшись, те или иные препараты, включая лекарства, травы, биологические добавки. Вы можете сделать только хуже. Почему? Потому что может вызваться аллергическая реакция, которая на самом деле очень сильно ослабляет иммунитет. Поэтому вы применяете те методы, которые диктуют вам состояние ребенка. Ну скажем, при температуре, жаропонижающей травки, да, при кашле, ингаляции и средства, которые помогают ребенку лучше дышать, очищают его бронхи. При поносе тоже определенные какие-то сборы трав, которые укрепляют или очищают кишечник индивидуально, в зависимости от проявлений. Теперь я понимаю, что основная задача у нас с вами на сегодняшний момент – это поднятие иммунитета у ребенка, то есть поднятие как бы его защитных сил. Поэтому, пожалуйста, опять же, не хватайте за все подряд и очень осторожно используйте информацию, которая выкладывается в интернет. Значит, что совершенно четко можно рекомендовать? Это обычная ситуация, ну скажем, да, укрепляющая состояние ребенка. Это прогулки, это проветривание, это индивидуально осторожное закаливание, вот, степенное. Это ограничение контактов, на самом деле, с носителями, с больными, вот, это, ну скажем, опять же, индивидуальные продукты, натуральные, содержащие витамины и микроэлементы. И опять, это не связано с биологическими добавками, это связано с натуральными продуктами. Старайтесь построить для ребенка диету, с одной стороны, которая ему нравится, потому что положительные эмоции укрепляют иммунитет. Второе, то, что является все-таки полезным и содержащим витамины, овощи, при приготовлении пищи отдавайте предпочтение тушеным продуктам, я имею в виду готовым, не жареным, не вареным, а именно тушеным. Используйте различные виды запеканок, в том числе и овощных. Питание должно быть легко усваиваемое, это и для здоровых важно. Питание должно быть максимально разнообразное. Я понимаю, что дети не любят разнообразие, но старайтесь давать им то, что они едят с удовольствием, даже если это как бы не содержит каких-то полезных вещей, но вызывают какие-то эмоциональные положительные моменты. Из травяных сборов настоятельно рекомендую хвойные чаи, то есть заваривайте хвою, шиповник хорошо настаивать и заваривать с большим количеством витамина С. При этом натуральные витаминные сбора, как поливитамины, надо применять достаточно осторожно, потому что ребенок может дать аллергию. И все новое, то, что вы даете ребенку, давайте очень осторожно, с небольшого количества, наблюдая за реакцией ребенка. И если вы чувствуете, что проявляются какие-то моменты необычные, сразу это препараты или эти продукты вы убираете. Что касается каких-то добавок, содержащих, скажем, витамин D, витамин А, витамин Омегу и различные другие. Я довольно часто вижу на сайтах, родители делятся друг с другом какими-то закупленными в интернете упаковками. На самом деле не увлекайтесь этим, будьте очень осторожны, лишний раз посоветуйтесь. Вот и всегда должно быть необходимость. Нет такого положения, что, о, вот что-то новое, там кому-то хорошо, давайте мы дадим этому, этому, давайте мы дадим этот препарат ребенку нашему, чтобы укрепить иммунитет. Не надо этого делать. Если ребенок развивается нормально, если он хорошо себя чувствует, у него хорошее настроение, у него хороший эмоциональный фон, ему не надо ничего давать, просто отрегулируйте его питание. Если у вас дома какой-то негатив, если ребенок находится в состоянии стресса, то, пожалуйста, постарайтесь на этот период максимально нивелировать эти факторы. Постарайтесь не ухудшать, скажем так, семейный фон, не вгонять ребенка в состояние стресса, потому что любой стресс, любые отрицательные эмоции, они снижают иммунитет. Поэтому я настоятельно вам рекомендую почаще советоваться со специалистами, обращайтесь к нам, если есть в этом нужда. Мы всегда подскажем, всегда посоветуем, всегда поможем снять какой-то негативный фон в семье и советами нашей работы. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны и я прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч.